Я какое-то время думала, зачем мы это делаем. Повисел вот этот вот геннайкер потухший. Даже не было женской раздевалки. Бригады в России делаются не для чего-то, а вопреки. Смотрим, смотрим, смотрим. Тут главное тоже не перелететь, не вылететь из воды, не улететь в космос. Важно, чтобы в России были классы лодок, которые сейчас актуальны в мире. Там мы возили лодки в 21-м году, ситуация была чуть-чуть другая. Ух, какой подлез. План был не такой. Все готово, знаки в точке, ампайра на дистанции, спортсмены на воде. Мы как бы остановиться уже не можем. И это в Геленджике. Всем привет, это проект Sail Tail. У меня сегодня в гостях двухкратная чемпионка России по парусному спорту в классе G70. Призер зарубежных олимпиад. И генеральный директор компании Runduk Racing, которая в этом году организовала первый чемпионат в России на фойловых карбоновых лодках 69F. Лера, привет. Привет. Как тебе пришла идея привезти карбоновые фойловые лодки в Россию и сделать здесь соревнования на них? Это длинная история. Давай. До ковида мы, наши мои команды RTU Plus 1, гонялись в среднем в КО 25 регат в России и за рубежом. И когда начался ковид, то мы оказались в ситуации, в которой мы не могли ни в каких регатах принимать участие. Сергей Авдони, Наня Зыкин, Илья Полищук, они, это была их идея пропустить виртуальную регату, которая называлась Кубок Рундука. Рундук – это мой парусный магазин. И так совершенно случайно в ковид мы решили в апреле, что мы проведем одну регату. Позвали нашего друга Сашу Ганженко, который был известен тем, что он очень умеет на ходу придумывать всякие истории. Все готово, знаки в точке, ампайра на дистанции, спортсмены на воде. Позвали Сашу комментировать виртуальные гонки. К большому нашему удивлению на регату зарегистрировалось больше ста участников. И наш первый прямой эфир – виртуальный регат, который Саша комментировал, шел 6,5 часов. Спустя два дня в чат начали писать вопросы, когда следующая регата. Я какое-то время думала, зачем мы это делаем. Ну вот для чего-то, наверное, какая-то есть в этом идея. И со второго этапа у нас появились меценаты, которые стали звонить, писать. Они говорят, давайте мы вас поддержим, давайте мы сделаем призовой фонд, давайте мы добавим какие-то еще призы. Потом мы его несколько раз увеличивали. Также люди предлагали какие-то еще возможности для тех, кто победит в виртуальных парусных гонках. В итоге за весь ковид мы провели 9 виртуальных регат и 4 этапа виртуального чемпионата ФПС. То есть мы его проводили в 2020 году, в 2021 году, в 2022 году. Виртуал регата удалила Россию от участия, поэтому с 2022 года мы не проводим виртуальные гонки. И как только все увидели, что мы очень хорошо проводим виртуальные гонки, у нас все стали сразу спрашивать, а когда вы будете проводить реальные гонки. Так, в 2021 году у нас появились МХ, то есть у нас появилось 6 собственных лодок МХ 700. У нас появились люди, которые стали нас поддерживать и материально, и морально, и с вкладом, так сказать, своей работой. То есть появилась команда. И в 2021 году мы должны были ехать с моей командой на чемпионат мира в Америку в классе 70, но потом в последний момент ребята предложили не ехать на чемпионат мира, а поехать на гарду тренироваться. И когда мы тренировались на гарде, то наш итальянский тренер Сергей Шевцов познакомил нас с ребятами, которые организовывают регаты на А69Ф. И мы вышли на этой лодке. Ветра было достаточно мало, но я получила огромное удовольствие. Мы смогли перевернуться. Хотя, можно сказать, что в 5 излов трудно перевернуться, но на А69 это возможно. Появилась мысль о том, что, наверное, было бы очень хорошо когда-нибудь, если бы эти лодки появились в России. И нашлись единомышленники, которые приняли эту амбициозную такую цель. Мне кажется, что очень важно, чтобы в России были классы лода, которые сейчас актуальны в мире. То есть обычно в Россию привозят то, что уже лет 10 назад было популярно в Европе, и кому это уже никому не нужно, тогда это покупается, привозится в Россию, начинает здесь раскручиваться, как будто это супер уникальный проект. Я всегда за правду. Поэтому хочешь сделать хорошую регату с хорошим прямым эфиром, с хорошими спортсменами, для этого нужны хорошие лодки. У нас здесь идет гонка, идет гонка. Все стараются максимально. Видите, работают головы у ребят все время. Они в движении все время подсаживаются, пересаживаются, смотрят вокруг все время, все внимание на паруса. Летом еще решил подписаться на все телеграм-каналы, связанные с яхтингом и парусами. Вижу, что там ребята собираются на гонку. Думаю, во многих чатах кто-то собирается на какую-то гонку. Я включаю прямой эфир, и я вижу, офигеть, как круто ребята сделали. И это в Геленджике. Я думаю, я срочно должна с ней познакомиться. Это выглядело очень профессионально. Есть комментаторы, снято все хорошо. С воды есть съемка, есть там сверху, да, разве что не было. Есть графика красивая. Все очень живо смотреть. Я прям зависла на несколько минут. Я знаю, что есть некоторые школы, которые смотрят наш эфир и учат на основании нашего эфира, как лодки должны расходиться. То есть хороший прямой эфир – это, во-первых, дорого. Во-вторых, это очень ответственно. Плюс режиссер прямого эфира должен быть ихцмен. И комментатор должен быть ихцмен. Но раньше я говорила, что это должен быть ихцмен. Сейчас я немножко себя сама добавлю, что это должен быть ихцмен, который умеет комментировать. Потому что это тоже очень важно. Режиссер прямого эфира должен понимать, что случится в следующую секунду. Тогда этот прямой эфир будет интересным. Поэтому все, что мы делали и в матчрейсе, и то, что мы сейчас делаем с 69-ми, это делается для того, чтобы внести что-то новое в парусный спорт и открыть, ну, не знаю, сделать его чуть-чуть лучше. Опять-таки с нашей командной точки зрения организаторов. В Геленджике отличная погода, отличные для нас условия. Там закрытая бухта, ровная вода. И это, наверное, одно из немногих мест в России, где люди могут с набережной смотреть гонки. И это очень круто, потому что у нас собралась импровизированная такая прям большая толпа болельщиков. Мы как-то это не планировали, и мы даже потом развернули специально к ним телевизор, для того, чтобы они могли, смотря на набережной, смотреть и вживую, и смотреть прямой эфир. Эта история очень быстро застлась по городу. Все приходили и смотрели, и радовались. Это было для нас очень важно. Действительно, съемочная команда должна разбираться в яхтинге. Ну, где-то этих ребят взяла. Все сами приходят. То есть вся наша команда организаторов, она состоит из людей, у которых есть другая работа. Поэтому мы всегда смеемся, что когда нам нужно провести регату, мы берем отпуск на одной работе и едем работать на другую работу. Слушай, а были вообще какие-то, ну, такие, не знаю, назову это факапы в процессе организации гонок, когда вы подумали, а, вот это вот забыли, вот это там еще что-то, не успели? В России очень сложно с инфраструктурой. То есть для нас важно, чтобы гонки проходили в местах, предназначенных для гонок. То есть там, где есть ветер, там, где гонщикам комфортно гоняться, где можно поставить хорошую спортивную дистанцию, потому что, несмотря на то, что все наши регаты с прямым эфиром, наш главный судья знает, что самый приоритет – это гонки. Мы не ставим дистанцию там, где нам удобно снимать. Хотя нам бы очень хотелось ставить ее так, чтобы мы могли как можно лучше это снять. То есть дистанция ставится так, как удобно гонщикам, как удобно судьям. И это всегда в приоритете. С этим не очень. В Москве мы не планируем делать ни одного ивента, потому что в Москве для этих лодок в Подмосковье не хватает ветра, и нам даже нет смысла вообще начинать про это думать. И получается, что при организации любого ивента, парусного, ты должен понимать, где у тебя будет находиться гоночная деревня, где будут стоять лодки. Сейчас у нас лодки находятся в 40-футовом контейнере, то есть нам нужно найти место для 40-футового контейнера. Желательно, чтобы это место хранялось, и оно было достаточно безопасно для стоянки лодок. То есть очень много вопросов, которые нужно учитывать. Вопрос с тем, что отключают GPS и не разрешают снимать дроны. Вопрос с интернетом, он тоже встает. Но эти все вопросы, они, как правило, решаются за счет того, что всем организаторам очень хочется сделать хорошо, и они выкладываются для того, чтобы все получилось. Но вообще, мне кажется, что регаты в России делаются не для чего-то, а вопреки, потому что все говорит о том, чтобы это не делать, но ты как-то постепенно со всем справляешься. В Геленджике ветра было достаточно? Лодки ведь разгоняются до 30 узлов, насколько я знаю. Больше даже, да. Когда мы ходили на гарнте первый раз, то есть мы при пяти узлах ветра, мы шли на полном курсе, у нас было 27,8, по-моему, и это не предел. Я знаю, что ребята ходили больше 30. В Геленджике было все нормально с ветром, мы даже в один день провели только одну гонку, потому что ветра было слишком много. Ух, какой подлез. Ай-яй-яй-яй, неужели у нас вот там первый брочин, первый брочин, все, коснулась мачта, да, ребята? Не все так просто. Нам нужно беречь матчасть. Ты предупреждаешь спортсменов, что там, ребят, ну поаккуратнее, ну не рвите там, не знаю, веревки сильно не тяните. Я не предупреждаю, потому что любой спортсмен, он выходит на старт для того, чтобы выиграть. И когда вы будете разговаривать на берегу, вы будете разговаривать в одном состоянии. Когда он будет выходить на старт и выигрывать для себя лучшее место для своей лодки, он будет находиться в абсолютно другом состоянии. Он не будет в этот момент думать про паруса, про веревки и про матчасть у него. Если он будет про это думать, значит, наверное... Ну, это такой сложный момент. Я очень благодарна ребятам, что они очень бережно все относились к матчасти. Они понимали этот момент, все понимали, что если одна лодка выйдет из строя, значит, регата остановится. Поэтому у нас, к счастью, все прошло без каких-то... Ну, порвали генакер, но это не проблема. Да, мы переживаем, да, мы стараемся предусмотреть, что мы будем делать, но, наверное, если настолько бояться и все время об этом думать, тогда можно было... Мы могли привезти эти лодки и, в принципе, ходить на них под Пирогова, и все бы просто нас фотографировали. И, наверное, это тоже бы создало какую-то красивую картинку и что-то бы привнесло в парусной жизни. Но если мы решили проводить регаты, то нужно думать о том, как быть в разных ситуациях. Смотрим, смотрим, смотрим. Тут главное тоже не перелететь, не вылететь из воды, не улететь в космос. Это тоже нужно контролировать. Такие лодки требуют какого-то особого мастерства. Да, поэтому в нашей серии участвуют только профессиональные экипажи. Это все очень известные спортсмены с большим опытом многолетним. Мы с ребятами со всеми давно знакомы. Я знаю, что они выигрывали, но перед регатой мы попросили их, чтобы каждый написал свой, так сказать, послужной список. И, конечно, когда его читаешь, понимаешь, что там, наверное, кроме Кубка Америки, там есть, в принципе, все топовые международные серии. Это российские серии. За победу боролись четыре команды. Игорь Лисовенко, Виктор Сережкин, Константина Беспутина и Елизаветы Жеребцовой. Чтобы определить сильнейший экипаж, потребовалось четыре дня. Как научиться этой лодкой управлять? Это очень сложная история, потому что как только мы привезли лодки и первый раз показали их на бот-шоу, нам сразу стали обращаться люди, которым это очень интересно, потому что это новинка для России. Плюс это такой очень яркий проект. Эти лодки везде сейчас, то есть на них гоняют во всем мире. Они популярные, неизвестные. Всем, конечно, очень хочется. Но нужно понимать, как рулить этой лодкой. Нужно понимать, как управлять парусами. И есть абсолютно расстрельная позиция на этой лодке, которая называется «флайт-контроллер». Это человек, который поднимает, опускает фойлы. Это самая физически тяжёлая и ответственная позиция. Моё мнение, невозможно этому научить. Это нужно прожить очень длинную парусную жизнь с большим трудом и достижениями для того, чтобы понимать, что делать. Ты в некоторых интервью сказала то, что эти соревнования – это имиджевая история. Почему? На гонках довольно сложно заработать и можно ли вообще заработать на гонках? Мы не зарабатываем на гонках. Это сознательная позиция. Всё, что мы делали в парусном спорте, делали для того, чтобы поменять ту систему, которая есть. Для меня важно хотеть гоняться на тех регатах, которые мы делаем. На лодках на 69F у нас гоняются профессиональные спортсмены. То есть там нет стартовых взносов. Это вообще рингаты, в принципе, придуманы для того, чтобы профессиональные спортсмены могли проявить себя в команде со своими друзьями, коллегами, такими же профессиональными спортсменами. Потому что в России нет рингат для профессиональных спортсменов. То есть все основные российские регаты, они происходят за счёт овнеров. То есть когда в лодке сидит человек, который не является профессиональным спортсменом и который либо находит спонсоров, либо сам является спонсором команды. И это как бы хорошо, но нам бы хотелось делать что-то другое. Но затрат же всё равно очень много. Ну то есть лодки привезти, потом их сейчас обслуживать. Они у тебя должны где-то стоять сейчас, ремонтироваться, если паруса порвутся или ещё что-то случится. Хорошо, что у нас есть меценаты на данный момент. Мы сейчас стоим в переговорах со спонсорами на следующий год. И, собственно, вся затратная часть, которая у нас есть, она будет ложиться на плечи меценатов и спонсоров. Но будем ли мы там зарабатывать? Ну если как бы мы сможем за счёт спонсоров покрыть все расходы, то я думаю, что это будет хорошая история, потому что, конечно, то, что мы делаем, это сейчас, наверное, очень, мне кажется, актуально для спортсменов, но это не очень актуально для страны в целом. Поэтому, когда мы собирались это делать и возили лодки в 2021 году, ситуация была чуть-чуть другая. Но, тем не менее, мы как бы остановиться уже не можем, поэтому мы всё равно будем продолжать делать то, что мы задумали. Ты участвовала в одном из самых престижных гонок в Национальная паростная лига. У тебя в команде, я по фотографии посмотрела, трое прекрасных мужчин. Как так получилось, что ты была на руле? Это твоя лодка. Вы так договорились с ребятами. Ну, мы гонялись в лиге с 2016 по 22-й год. И мы много раз снимали и первые, и призовые места. Ну, когда мы начинали гоняться в лиге в 2016 году, это, конечно, было, так сказать, наверное, одно из самых престижных соревнований в парусном спорте в российском. Ну, по поводу того, насколько сейчас это соответствует действительности, у меня чуть другое мнение. Всё очень просто. То есть у меня в моей команде трое профессиональных спортсменов, поэтому единственная позиция на руле, единственная позиция, которую может занимать человек, который до этого вообще никогда не занимался паростным спортом, это руль. Поэтому руль достался мне. И когда мы первый раз участвовали в национальной парусной лиге в 2016 году, мы выиграли первый этап. Поэтому это говорит о том, что ребята очень высококлассные спортсмены, и что они смогли с рулевым, у которого на тот момент у меня было вообще никакого опыта, что они смогли выиграть со мной. Поэтому у меня самая лучшая команда. Мы гоняемся неизменным составом 5 лет. С двумя людьми гоняемся. С Игорем Лисавенко и Сергеем Мавдонином гоняемся 7 лет. Поэтому мне просто очень повезло с командой. Знаешь, я вот жуть как не люблю такие гендерные вопросы гендера в паростном спорте, но я всё-таки хочу тебя спросить. Вот считаешь ли... Как девушка-девушка. Считаешь ли ты, что нам, девушкам, ещё нужно что-то доказывать мужчинам в паростном спорте, что мы что-то стоим? Ну, я как бы не сталкивалась никогда с той ситуацией, что мне казалось, что я что-то должна доказать. Но есть... Иногда бывают мужчины, которым очень сложно пережить, когда их обгоняет девушка. Поэтому, наверное, надо им задать вопрос, почему они так тяжело переживают. Мне кажется, что девушки всегда очень хорошо гоняются. Поэтому я рада, что девушек становится больше в паростном спорте, потому что когда я начинала гоняться в 16-м году, мне кажется, что я была единственным рулевым. То есть даже не было женской раздевалки, потому что её просто не делали, потому что зачем её делать? Зачем её делать, когда я, в принципе, один человек? Сейчас девушек очень много гоняется. Некоторые из них пришли, я знаю, что уже увидев наши фотографии и поняв, что девушки могут рулить. Поэтому мне кажется, что это хорошо. В последнее время читаю и узнаю про проекты, такие, как сделала Трэйси Эдвардс, «Мейден фактор». Есть Эбби Эллер, которая делает проект. Я знаю этот проект. «Маджента проект». Да, они сейчас получили какую-то премию. И они вкладываются в то, чтобы женщин в паростный спорт вводить, помогать, давать возможности обучению, менторстве и прочее. Как ты считаешь, вообще такие программы, они в России нужны? Нам нужно как-то женщин больше привлекать в парусный спорт? Лично со своей стороны я не очень понимаю женские команды, потому что в парусном спорте на лодке есть очень много моментов, где нужна мужская сила и мужское принятие решения. У женщин другое принятие решения. Я всегда гоняюсь с парнями, и мне абсолютно с ними комфортно, безопасно. Это для меня важно. Я знаю, что моя команда никогда не даст меня в обиду. И мы до того, как Россию исключили из международных соревнований, то есть мы в Европе гонялись на RC-44. Это большая лодка, в которой на борту 8 человек. То есть я и 7 парней. И класс RC-44, они делают такую... У них есть такая опция, что они могут на один ивент пригласить какую-нибудь известную команду и дать им... У них есть своя лодка, которая принадлежит классу. И на чемпионат мира, который был в Великобритании в прошлом году, они пригласили очень известных яхтсменок британских. Но слово в том, что на RC-44 гонялась полностью женская команда. И там есть лебедка, которая называется кофемолка, которую крутят вдвоем два мужчины. И на моей лодке это два самых больших и сильных мужчин. И я смотрела эти гонки, потому что мне было просто интересно на этих девушек, которые будут крутить вот эту кофемолку, и как бы зачем они это будут делать. Но мне кажется, что в Европе более развиты вот это вот как бы женские команды, вот что женские команды должны быть. Нитивы. Да. Я очень вообще далека от этого. Ну, я рассматриваю спортсмена. Мы пригласили Лизу Жеребцову, потому что Лиза большая молодец. Лиза все время тренируется. У Лизы есть фойловая лодка своя. А тебя много раз гип по голове бил? Ну, когда училась много раз, сейчас уже редко такое происходит. Но на случай, если все-таки происходит, у нас есть шлема. Поэтому мы не боимся. То есть мы позвали Лизу, потому что... И Лизину команду, потому что это молодые, амбициозные ребята, которые много времени проводили на воде, которым это интересно, которые очень хотят развивать класс и дальше всячески участвовать в проекте. То есть это было безотносительно того, что мы хотели позвать, допустим, девушку. Нет, это просто уважение к Лизе как спортсмену. А как ты вообще пришла в гонки? Потому что парусный спорт, он такой очень разносторонний вообще. Можно на круизных лодках, можно в путешествиях, можно в экспедициях ходить, можно в гонках участвовать. Почему гонки? Как ты к этому пришла? У меня был коллега по работе, у которого была мечта. С детства он хотел все время ходить на парусной лодке. И он пошел в Пирогово, записался в парусную школу. И ему было удобно ходить по субботам. Но у них в группе не хватало одного человека. И им сказали, что если вы не найдете еще одного человека, то ваша группа соединяется с группой в воскресенье, и ему в воскресенье было неудобно ходить. И он сказал мне, а первое занятие было бесплатное, и он мне говорит, вот у меня детская мечта, сходи со мной. Вдруг тебе понравится, это все равно бесплатно. И, в общем, первое занятие. И мы будем ходить в субботу, а так вот мне там придется как-то договариваться с семьей, и будет неудобно. И мы приехали с ним. Я не могла человеку отказать в детское исполнение, детской мечты. Мы приехали с ним в яхт-клуб Пирогова. В яхт-клубе Пирогова очень красиво. И хорошее здание яхт-офиса. В перерыв приезжает гольф-кар, который привозит кофе. Я посмотрела на это все и подумала, какая разница, чему учат в этом красивом месте, если тут кофе привозят, что-то рассказывают. Я задала какую-то тетрадку. И я никогда не думала, что вообще, в принципе, я пойду на практику, и потом, и пойду, и даже вообще сяду в лодку, не то что догонку. Но потом какими-то маленькими-маленькими шагами это все дошло до того, что мы познакомились с Игорем Левсавенко и сходили на регату в Монако на Мэлджисе. И дальше я уже поняла, что я не хочу больше ни в каких других участвовать, так сказать, в регатах типа Мармориса, Хайникина или Кубка Короля Таиланда. То есть я поняла, что мне интересны только вот такие гонки. Ты первый раз пришла на самое первое занятие, я так понимаю, на эмке. Раз это первое. Ветер в лицо, яхта креном. Тебя вообще это не испугало? Какие у тебя эмоции были в тот момент? Самое первое лето, когда я ходила на эмке, там вообще не было ветра. У нас все время висел вот этот вот геннайкер потухший. Мы все время что-то вот гребли куда-то. То есть это меня никак бы не захватило. Меня захватило по-настоящему. Но только вот когда мы уже познакомились, когда я познакомилась с ребятами, и мы сходили на настоящую ленгату, тогда уже это стало похоже. Потому что не... Ну как бы в самом начале я просто никогда не думала, что это настолько все дойдет до DRC-44, до карбоновых фойловых лодок. Нет, это не... План был не такой. За какими гонками ты прям пристально следишь? Есть у тебя твои вот любимые? Гонок проводится очень много, но топовые гонки, они их все-таки очень много. Ну топовые для меня. Ну вот для тебя какие топовые там? Я смотрю The Ocean Race. Я слежу за DRC-44, потому что у нас есть эта лодка. К DRC-44 это моя мечта была. Поэтому я слежу за гонками. Мы знаем все команды, я знаю всех владельцев команд. И там прекрасные организаторы, лучшие, мне кажется, организаторы, самые высокопрофессиональные. Я слежу за Кубком Америки и за с LGP. Я ездила на несколько ивентов с LGP в составе друзей команды. То есть я знала ребят из одной команды, которые там участвовали, и они мне давали пригласительные билеты. Я ездила просто как зритель. И на самый последний ивент перед ковидом я ездила как медиа. И мне было очень интересно посмотреть работу пресс-центра изнутри, вообще посмотреть, как там работают люди, как все устроено, как построен вот этот большой процесс организации большого ивента. И организуя сейчас регаты 69F, я ориентируюсь прежде всего на LGP, и мне хотелось бы сделать ну вот что-то похожее на эту регату. Лера, спасибо тебе большое за эти рассказы. Я с огромным удовольствием хотела бы принять как минимум участие как зритель вашей гонки, потому что действительно получила огромное удовольствие, наблюдая за онлайн-трансляцией. Прямо реально спасибо ребятам, всем передавай. Спасибо. Очень круто. Это была программа Sailtale. Со мной в гостях была Валерия Коваленко, яхтсменка, чемпионка. Всем до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова